Нина Бастет Я рада опять быть с вами До того, как я объявлю тему нашей передачи Я как всегда хочу поблагодарить высшие силы За то, что во время этой передачи Через меня они посылают вам благословление Любовь, счастье, радость Так что слушайте, расширяйте сознание И получайте удовольствие Также я хотела еще сказать о том Что вчера был день моей богини-покровительницы День богини Бастет Богиня Бастет это богиня-кошка Это египетская богиня-кошка Мы знаем много греческих богов То есть их пансион богов греческий Нам как-то известен А египетские мы Ну те, кто были в Египте Немножко как бы, наверное, изучили Или те, кто этим занимается Но нам не очень было известно Особенно вот такие боги, как богиня-кошка, например Но тем не менее, эта богиня меня выбрала И она мне покровительствует Именно дает информацию Покровительствует Нам каждому покровительствуют все боги Но люди, которые занимаются Какими-то определенными Или духовными практиками Или просвещением Они подключаются к какому-то всегда эгрегору И вот богиня Бастет меня выбрала И покровительствует мне Поэтому как бы мы вчера праздновали Праздник этой богини И я решила, что нужно ее обязательно Об этом сказать сегодня Потому что мы все должны делать Как мы в еврействе говорится Мытство, да То есть доброе дело И всегда, когда мы упоминаем каких-то богов Это доброе дело Потому что мы им посылаем свою любовь Свою благодарность И всем советую это делать Я уверена, что люди верующие Они и так знают Те, кто духовными практиками занимаются Тоже это знают Итак, моя богиня-богиня Бастет Я ее очень благодарю За то, что она дает ту информацию Которую вам нужно услышать И именно через ту информацию Я с вами разговариваю Я так надеюсь А сегодня тема у нас очень интересная Тема называется Гадание, предсказание И вообще, можно ли верить предсказаниям? Вот такой насущный вопрос, да? Ну, я вот Я не знаю У меня к гаданиям немножко свое отношение Но, скажем Неужели действительно можно вот Узнать будущее Можно Я не знаю, если слово угадать Правильно относятся к этой ситуации Но вот давай, скажем Узнать будущее Можно ли это? У нас у всех странное Отношение к гаданиям Потому что мы называем Это как бы именно называем Гаданием, а не предсказанием Вообще интересно Но все Ну, не все, наверное Нельзя говорить слово все Но очень многие из нас Особенно женщины Занимаются этим с детства То есть, ну, все почти девчонки гадают на ромашках Мы же это знаем, правильно? Мы делали Конечно А когда я была молодая Я помню На чем мы только не гадали На колечках На веревочках На колечках На веревочках На ромашках На книжках На ножницах Пыталась вспомнить Как же мы гадали на ножницах Привязывали веревочку А дальше Что с этим было? Я вот не помню Она над книжкой, да? Да, она была над книжкой Она должна Здесь в Америке Есть такая игра Называется Уиджи Борд Уиджи Борд Да, но там вызываются духи более А на ножницах Вот они Болтались Типа такого типа Над книжкой И вроде бы давали нам Прочитать какое-то Прочитать какое-то слово Да-да-да Мы тоже это делали И на монетках На свечах На кофейной гуще Чего только вот И вот мне всегда Задавался у меня вопрос Даже, ну, наверное, не всегда Вот недавно Только женщины И только девочки гадают Или все-таки мужчины тоже гадают Вот вы гадали, когда вы были молодыми? Ну, мы гадали вот на кольце Это я помню точно То есть тоже так же, как на ножницах показывала Да, да, да Как маятник Как маятник, но маятником использовали Мы гадали на кольце, на ножницах Кофе мы не пили И на картах Ну, хорошо Какие вы вопросы задавали? Ну, мы задавали вопросы Кто нас любит, да? Типа Ну, где мой суш? Любит ли меня Вася Петров? И так далее А что вы задавали? Я по жизни вообще По натуре своей Я скептик Честно Но у меня была ситуация в 11 лет Я был в пионерском лагере Мой покойный папа Работал в ресторане Единственный день Выходной Был в среду Это было на протяжении лет 25-30 Я в лагере И девочки говорят Давай погадаем Вот задай вопрос Я знал четко Сегодня вторник Папа точно не приедет Никаких родительских дней Ничего Я говорю Вот скажи мне Мой папа приедет сегодня или нет И она там что-то Когда В смысле Карты разбросала Смотрела Читала Сказала Приедет Я говорю Так С тобой все ясно Я знал 100% Что папа не приедет Вдруг То есть ты ее проверял Мне было просто интересно Да Вот Потому что опять же Скептик Вдруг Объявление По Рупору Как сейчас Помню Ребята Червец Третьего Пионер Третьего Отряда Червец Срочно Прийти к центральным Воротам К вам приехали Родители Ок И я приехал Стоит папа Там с клумками Говорю Папа Я не понял У тебя же завтра Выходной Говорит Они решили сегодня Сделать Как это называлось Санитарный день Говорит Я решил Раз такое дело Я приеду Понимаешь Вот с тех пор У меня Во-первых Поменялось Отношение К гаданию А во-вторых Я вообще Стараюсь Как-то Это Если мужчины Или мальчики Гадали То это были На более прагматичные Такие темы Типа Не любит ли меня Та девочка Как мы на вас Гадали Меня это Меньшем всего Интересовало Потому что Я к этому Относился Я же говорю Скептический Поэтому Но вот После этого Случая Я действительно Поверил В серьезность Вот Именно Гадания Того что можно предсказать Да Потому что Да Это было То есть Но никто Никто Ничего Не знал Ты мне Напомнил У меня У меня был Очень сходный Схожий Вариант У меня Тетя Занимается Всю жизнь Занималась Она сейчас Экстрасенс Очень сильный И нахилор Она лечит Людей Но В то время Еще там Сколько лет Назад Не будем Говорить Она Тоже Гадала И на картах И она Мне гадает И говорит Типа вот Летом Закончилась Школа Она говорит Ты скоро Куда-то Поедешь А я точно Знаю Мама Сказала Нет Этим Летом Ты никуда Не едешь Нет у нас Возможности То есть Я четко Знаю Говорит Да Перестань Куда Я поеду И Она Сказала И Ровно На следующий День Приходит Соседка У нее Дочка Была Такого же Приблизительно Возраста Как я Но На год Старше И она Говорит Суши Там Горящая Путевка Давай Девчонок Отправим Я говорю Боже Ну уж точно Не могла Себя Представить И моя Тетка Когда-то Мне сказала В Одессе Где никто Мы еще Никуда Не собирались Уезжать Никуда Она сказала Я не помню Все точно Но сказала В 29 лет У тебя Будет Дом Ну вообще В Одессе Дом Живем В квартире Где там Где там Дом Я тогда подумала Ну чушь Какой-то Говорит Ну да Пусть Да Пусть Говорит Да Пусть Будет Так вот Он таки У меня был В 29 лет То есть Как бы Просто Вот такие Люди знают Но на самом Деле О том Что Есть очень Много Случаев Известных О том И записаны Эти И в напечатанных Журналах И в газетах О том Как предсказания Судьбы Сбывались У очень Известных Людей Например Я не знаю Слышал ли вы Это или нет О том Что Цезарю Гай Юрию Цезарю Предсказали О том Что его Убьют И притом Сказали Гадалка Наверное Это был Все-таки Мужчина В те Годы Предсказал Что Прямо В разгар Славы Что Он будет Убить На мартовские Иды То есть В середине Марта И Плутарх Пишет Об этом Что В этот День Отправляясь Сенат Цезарь Напомнил Своему Предсказателю А ведь Мартовские Иды Уже Наступили На что Тот Совершенно Лаконично Ответил Наступили Но Не прошли И Это был Последний День Жизни Цезаря То есть У них Интересно А вот Еще Одна Интересная История О том Что Александру Сергеевичу Пушкину И это Тоже Где-то Мы уже Давно Читали Где-то Который Был Вообще Не склонен Верить Гадалкам Вплоть До того Момента Я прямо Расскажу Как он Рассказывал Раз пошел Я с Никитой Всеволожским Ходить по Невскому Проспекту Из проказ Зашли мы Кофейной Гадальщице То есть Гадание На кофе Да Мы просили Ее нам Погадать И не говоря О прошедшем Сказать будущее Вы сказали Она мне На этих днях Встретитесь С вашим Давнишним Знакомым Которым Вам будет Предлагать Хорошее По службе Место Потом В скором Времени Получите Через Письмо Неожиданные Деньги И третье Я должна Вам сказать Что вы Не умрете Естественной Смертью Без сомнения Я забыл В этом же день О гадании О гадальщице Но спустя Недели две После этого Предсказания Я действительно Встретился С моим Давнишним Приятелем Который Служил В Варшаве И перешел Служить В Петербург Он мне Предлагал И советовал Занять его Место В Варшаве Уверяя Что Цесаревич Этого Желает Вот первый раз После гадания Когда я вспомнила Гадальщице Через несколько дней Я в самом деле Получил письмо С почты Письмо С деньгами А мог ли я Ожидать их Эти деньги Прислал мой Лицейский Товарищ С которым Мы Бывшие Еще учениками Играли в карты И я обыграл Он Получив После умершего Отца Наследство Прислал мне Долг Теперь Надо Назбыться Третьему Предсказанию И в этом Я совершенно Уверен Надо сказать Что юному Пушкину Предсказала Насильственную Смерть Еще одна Гадалка Знаменитая Александра Филипповна Киркхов По ее словам Были такие Может быть Ты проживешь Долго Но на Тридцать седьмом Году Берегись Белого Человека Белой Лошади И белой Головы Как известно Пушкин погиб 37 лет На дуэли От Белокурова Дантеса Этому Предсказанию Киркхов Существует Даже документальное О котором есть следующая запись 1837 год Февраль Первая Слух о смерти Пушкина Не верится Подтвердилось Вспомнил Предсказание ему Известно Что поэт Бездоветно Верил в это Предсказание И неогракратно Рассказывал о нем Друзьям Пророчество Даже сделало Его фаталистом Уверовав Свою белую смерть Он безрассудно Кидался в любые Авантюры И готовясь К дуэли С графом Толстым Пушкин Несколько раз При свидетелях Убежденно говорил Он меня не убьет А убьет белокуры Так гадалка говорила Окей Тогда вопрос Это было Действительно Предсказание Или это было Самовнушение То есть он сам себя Как бы Ну ментально Подготовил Вот именно К такой смерти Вот интересно Потому что На самом деле Ведь смерть Пушкина Я кстати Об этом хочу Вообще Передачу о Пушкине Сделать отдельную Но смерть Пушкина Действительно Была загадочная Он был Очень хорошим Стрелком И Он был Хорошим стрелком И говорят о том Что как бы Он чуть ли не подался Давай примем Звонок У нас появился А потом продолжим Добрый день Вы в эфире Говорите пожалуйста Добрый день Вот самое интересное Это рассказ Американского Неудавшегося Писателя Вы Господин Червец Наверное знаете Роберт Морган Робертсон Вот так правильно Морган Робертсон Который предсказал Крушение корабля Титан Титаник Он написал Тщетность Или гибель Титана Как вы думаете Это было видение Или это все таки Его фантастическое Такое Я не знаю Ну Как писателя Или все таки К нему пришло видение Как вот это Как вы к этому относитесь Благодарю Спасибо Спасибо Вы знаете Я вообще Говорила по моему Уже несколько раз Я вообще не верю А в том Что есть такие Просто придумывания Там или просто Каждый человек Каждый человек Получает информацию Другой вопрос Как он относится К этой информации Считает ли ее Серьезной или нет То есть Скорее всего Он что-то увидел И написал То что увидел Особенно если Состоявшийся он писатель Или не состоявшийся Наверняка Творческая личность Творческие личности Подключаются К этой информации Намного легче Чем другие люди Которые Ну мозги у нас Очень заняты И бизи Да Но на самом деле Про Пушкина И все таки Был ли это Был ли это Программирование Или нет О том Как умер Пушкин Было действительно странно То есть Действительно он Якобы Даже можно сказать Поддавался То есть Мы не знаем На самом деле Но Является ли Гадание Программированием Или Самовнушением Потом То есть Программируют Для тебя Или нет Сама была А я об этом Все время думаю Потому что Я сама была Участница Я вообще Всю жизнь любила Гадание То есть Я же говорю У меня с молодости Тетка моя гадала И Я всегда ходила Гадалкам Кто бы сюда Не приезжал Было бы нехорошо Или плохо Мне просто Очень это Всегда было интересно И Какие-то сбывались Но Вопрос А ты человек Мнительный Или нет Понимаешь Я понимаю Я думаю Что Наверное Большинство Из нас Мнительные Хотим мы Этого Или нет Потому что Все что нам Говорят Остается в Подсознании Я лично После нескольких Предсказаний У меня Случались Эти ситуации Которые Заканчивались Нехорошо Для меня И когда я Анализировала Я думала А сделала ли бы Я то же самое Если бы Не было Этого Предсказания Поэтому Если это Предсказание Программирование Или это Наверное Все таки На каком-то Можно себя Запрограммировать И так себя Повести То есть Как бы Это одна Из наших Линей жизни Ведь гадалка Видит У нас есть Множество Вариантов Жизни Очень множество Я даже не знаю Можно ли это Посчитать То есть И каждый этот Вариант Ну Каждое решение Которое мы Принимаем Каждую секунду Это да или нет Это да или нет Каждую секунду Сделая шаг Налево Или направо Конечно Мы делаем Какое-то решение В какую ситуацию Мы попадем Зависит от того Завязали ли мы Шизурки Вовремя Или они Развязались И мы их завязали Еще раз Если мы уже Задержались На пару секунд Поэтому Я понимаю Что такой вариант Событий был уместен И она его увидела Говорят о том Что даже Великая Ванга Всего лишь Предсказывала На 70% Вероятности Почему Потому что Предсказание Может сбыться Гадание Предсказание Может сбыться Только если Те Условия Которые Сейчас существуют И которые Она видит Пойдут Именно так Потому что Если ты Свернешь С этой дороги И сделаешь Другой Непредсказуемый Непредсказуемый Шаг То тебя То предсказание Конечно Не сбудется Поэтому Очень тяжело Предсказывать Вот таким людям Как я Тем людям Которые Занимаются Духовным Ростом Потому что Их будущее Меняется Очень-очень быстро Вот чем больше Там происходит Чистка кармы Работа над собой Духовные практики Каждая духовная практика Каждый день Меняет Твою Настоящее Этим Меняет Своё Прошлое И будущее И поэтому Как бы Предсказать Таким людям Невозможно Невозможно То есть Если человек Видит Что Потому что Даже Не работает Даже астрология То есть Вот знаете Как говорят Евреи Выше звезд Но только Забывают Сказать Еще одну вещь Если они Занимаются Духовным ростом Так же Само Как Любой Человек Занимается Духовным Занимающийся Духовным Ростом Выходит Из-под Влияния Тех Кармических Связей Которые Предусмотрены Их Картой Рождения О Вот я хотел Сказать Смотри Тогда Получается Что Не гадание Это Программирование А Для Человека Мнительного Гадание Является Перепрограммированием Его Жизненной Карты То есть У человека Есть Какая-то Начертанная Судьба Человек Мнительный Идет Гадалки Гадалка Видит Что То Что Может Этому Человеку Либо Помочь Избежать Этой Ситуации Либо Наоборот Подсознательно Привести Его К Очень Важно Думать До того Как Вы Идете Гадалки Кому Вы Идете И Не потому Что Она Может Соврать И Просто В Возвать Деньги Дай Бог Чтобы Это Было Только Так Но Если Эта Гадалка Неправильно Вам Скажет То И Вы Запрограммируете Себя Как бы В соответствии С этим И Сделаете Именно Это Решение Такой То Это Неправильно Если Гадалка Или Человек Предвидит Тот Который Занимается Там Астролог Или Психолог Или Таролог Вам Скажет Что Окей Если Ты будешь Так Жить То Вот Ситуация Будет Развиваться Но Если Ты Хочешь Его Поменять Свою Жизнь То Тебе Нужно Сделать То 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 Дает Свою Советы И Скажет Что Любая Ситуация Абсолютно Любая Ситуация Был Интересный Фильм По этому Поводу Я не помню Как он Называется Американский Девочка Пошла Какой-то Гадалки На Кристальном Шаре И Она Не Просто Так Притом Это Была Липовая Гадалка То 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 Она Была Ненастоящая Гадалка То Была Чисто С Кем И Она И Сказала Не Просто Она И Сказала Фамилию Ее Будущего Мужа И Вот Эта Девушка А Есть Такое Понятие Синхронизация То Когда Ты Что Думал Знаешь Если Ты Начинаешь Купить Красную Машину Ты Будешь Постоянно Вить Красные Машины Конечно Да То Если Ты Задаешь Вопрос Вот Сегодня У Нас Очень Интересно Мы С Юлечкой Только Что Говорили О Том Про Титаник И Там Очень Много Синхронизации Произошло И Только Что Позвонил Вадим И Опять Спросил Про Титаник Так Вот Про Титаник Мы Собираемся Сделать Отдельную Передачу Потому Что Очень Интересно Но Вот Это Тоже Синхронизация И Когда Начинает Происходить Короче Это Девушка С ней Начинает Это Происходить Она Начинает Она Летит В самолете Объявляют Эту Фамилию Она Бежит Искать Этого Человека Короче Она За этим Человеком Бегала Бегала По Всему Миру Там Франция Не Помню Как И Оказалось Что Это Старенький Дедушка Который Не могла Заревать И замуж Добрый день Говорить Пожалуйста У меня Такой Вопрос Вы Только Не смейтесь Я Несколько Раз Уже Выставляю Свой Топор На Ибэ Продать Уж Я Купил Себе Красивее Топор Ну Игрушка Мужская И Вот Даже Не Смотрят Как Вы Мой Это Объяснить Даже Не Смотрят Этот Топор Интересный Вопрос Как У Других Покупают Топоры Мой Не Смотрят Вы Знаете Открывается Иногда Два Бизнеса Рядом Абсолютно Одинаковые Вот У Них Один Идет А Другой Нет А Если Мы Скажем Про Титаник А Вы Знаете Вот Если Мы Скажем Про Титаник У Меня У Моего Друга Есть Любимый Тост Он Всегда Говорит Все Желают Там Счастья Здоровья Денег Говорит Я Вам Пожелаю Удачи Потому Что На Титанике Все Были Богатые Большинство Были Здоровые Но Не Было У Ни Удачи Я Не Знаю Почему У Наверное Нет У Удачи Продать Этот Топор Я Не Вам Сам Может Пригодиться О Кстати Вы Слышали Что Вам Скажем Может Вам Придержите Этот Топор Это Может Значить То Что Он Вам Еще Пригодится Послушайте Хорошо Спасибо Спасибо Добрый Тогда Скажем Такую вещь Зачем Люди Гадают Вот Что Зачем Человек Сам Идет Перепрограммировать Свою Жизнь Но Это Ведь Не Всегда Перепрограммирование Мы Говорим О Что Это Если Неправильно Предсказание Неправильное Гадание И просто Если Тебе сказали С тобой Произойдет Это Ты Умрешь Тогда То Это Неправильный Вид Предсказания Потому Что Это Мы Не Для Этого Смотрим Потому Что Как Я Уже Сказала Вариантов Судьбы Много И Может Быть Если Вы Пушкину Это Не Предсказали Он Бы Так Легко И Не Отнесся Может Он Не Согласился На И Линию Жизни Добрый День Вы В Эфире Добрый День Будьте Любезны Не Могли БЫ Сказать Кто Победит На Выборах Воскресенье В Украине А я Жене Гадалка Я Жене Не Объявляла Как Гадалка Извини Спасибо Большое Так Дорогие Друзья Давайте Мы Сделаем Сейчас Так Уйдем На Короткую Рекламную Паузу Потом Вернемся У нас По крайней мере У меня Еще Очень Много Вопросов По Этой Теме Так Что Открыли Пандорову Шкатулку Давайте Послушаем Рекламу И Вернемся